Итак, самое, самое, самое доброе утро. А, 1 ноября, о, скорпионская эра, моя любимая скорпионская эра. Вообще, скорпионов обожаю. Вообще, скорпионы, конечно, они бешеные, они, они вообще, не совсем нормальные люди, конечно, но это мои люди. С ними никогда не соскучишься, с ними никогда, это, ну да, от скуки с ними не умрешь. Ну, и как бы в тонусе всегда буду держать, в таком шоу-йой-йой. Вон женщина стоит, с двумя маленькими детками. Че там они делают? Они не могли эту сумку купить, а, может, могли, не знаю, че там она стоит. Ладно. Мы оттеклись! Итак, едем. Поехали. Опять настроение аж распирает. Потому что я сейчас села в мужчину, думаю, так, надо какую-то темку найти, а потом че ли искать? Вот она здесь. Опять, еще разок про мою, про мою любимую, сейчас я закрою окна. Про мою любимую подруженьку Полякову, которую я ставила в Ялте. Вообще, конечно, она, она сказочная. Я расскажу, как она, как она вышла замуж. Вот как шутя. Шутя. Ай! Ладно, ладно, сейчас, 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 сейчас. Сейчас я пересекаю перекресток. Это, никак не могу установить правильную камеру. Вот так, чтобы она, это... Дяденька, жди, жди, жди. Так вот. Ладно, про мою подруженьку. Прикольная, конечно, вообще. Ну, прикольная она всегда. Она постоянно в каких-то вот она... Хотя, я же еще раз говорю, ее так же избавило, что, ну, как бы, ну, как любого из нас. И как бы... Но она никогда не унывает. И никогда не унывала. Где-то что-то случилось, она... Ага, ей-е-е, пошла дальше. Все нормально. Так вот. Но она, она безбашенная, конечно. Я, меня... Поначалу меня сильно коробило это. Я стеснялась даже рядом быть. Потому что то, что она вытворяла, конечно, я никак... Для меня это было... Ну, я сама очень-очень скромная внутри. Такая была затурканная какая-то. Мне было ужасно даже рядом находиться вот то, что она творила. Потом, когда я воткнулась в это все, Боже. Особенно, когда вспоминаешь эту сказку. Ну, короче говоря, она... Человек без комплекса. Себя любит до глубины души. И вообще сама собой довольна всегда во всех проявлениях. Поправилась немножко, ничего страшного, хорошего. Похоже, хорошо. Это... И все хорошо. Всегда хорошо. Какие морщики? Где морщики? У меня морщики? Ха! Вот такая вот все. Такая уже... Такая... 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 Ладно. 7 января. Все нормальные люди, русские нормальные люди, все гадают. Это повелось еще с тех, с давних-давних-давних времен, когда вновь под Рождество все люди гадали. В деревнях нечего было делать, не было телевизора. Ну, что, мы ж тоже не лыковшие. Короче, Полякова... Есть такое старинное... Старинный... Хотела... А-а-а! Хотела пролететь на желтый свет. Думаю, не буду. Не буду рисковать. 200-200 долларов останавливать. Не успела бы. Так вот, есть такое... Есть такое старинное... Старинное гадание, одно из гаданий. Просто выходишь на улицу и спрашиваешь мужчину. Извините, мужчина, как вас зовут? Ну, с тем, чтобы... Ну, и когда три раза попадет с один раз, Одинаковое имя, значит, это, ну, как только три одинаковых имени попадутся, значит, муж будет вот с таким вот именем. Легко вам, но я. Она пошла дальше. Просто выйти на улицу, это очень, это очень просто. Это как бы не для нас красивых. Короче, она, у нее квартира на втором этаже, прямо на набережной. Прямо, ну, практически на набережной. Выход на набережной. Она такая, открывает окно, вылезает на окно, ноги свешиваются со второго этажа, с окна, сидит. Как красиво все такое. А внизу же ходят люди. Она еще не будет обы кого спрашивать. Смотрит, такая, ага, вот это как бы она. Мужчина, извините, пожалуйста, а как вас зовут? Ну, кто-то проходит мимо, думает, что за это, какая-то ненормальная. Ну, первая реакция какая? Сидит на втором этаже девушка, почистим три города. Ну, девушка как бы уже... Вроде как уже не девушка, но все еще девушка. И такие вопросы, как бы ноги вот тут с подоконника висят. Обязательно она с какими-то прибамбасами, с какими-то там, что-то у нее в руках должно находиться в этот момент. Вся такая улыбающаяся. Вся такая веселая. Ну, кто-то отвечает, кто-то не отвечает. В итоге, в итоге, первый ответ. Мужчина говорит, Петр, она, ой, говорит, Петя. Спасибо, Петя, до свидания, Петя. Не хочу, говорит, Петя. Нет, что это такое? Ну, опять же, дальше. Мужчина, как вас зовут? Мужчина, как вас зовут? Мужчина, здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мужчина, а как вас зовут? И да как-то. Ну, и там, Вася, там, еще кто-то там. Она говорит, да что такое? Вася, Петя да Федя. Ну и, короче, и тут у нее попадаются уже два Пети. Она говорит, господи, ну это как бы... И поход мужиков под окном. То есть каждый идет по своему делу, каждый думает о чем-то с вами. Никто не смотрит на второй этаж, кто будет смотреть. А Полякова сидит ножками, ножками сучит. И идет такой симпатичный мужчинка, такой в черном плачике. Ну она думает, а ну дай-ка я его зацеплю. То есть она могла, в принципе, его и пропустить. Ну что-то вот где-то у нее там, видно, сработала какая-то вот эта вселенная интуиция. Она кричит, мужчина, извините, пожалуйста, а как вас зовут? Он так поднимает голову. Ну шел в свек, там какие-то мысли, там человек думал о чем-то. Поднимает голову, сидит такая красавица на окне. Со свешенными ногами. Он говорит, я Петя. Она говорит, а я Люда. Он говорит, а что вы спрашиваете? Она говорит, а я гадаю. Ну и там слово за слово. А что за гадание? А вот как будут звать моего мужа. И там траля-ля. Она говорит, ну по идее, как бы, по идее, как бы муж будет уже Петя, потому что деваться некуда, вы третий пей. Он говорит, уже последний. Короче, девочки, давайте. А там же сзади, га-га, иги. Девчонки, что пьете? Ну, Полякова самая скромная, конечно. Ну, выбирает там что-то такое, сам на какую-то дорогую напит. Я уже не помню, что мы там пели. Ну, опять очки у меня падают. Сосочка мне... Ну, ладно. Ну, а вход с другой стороны, потому что дом такой громадный. И металлические двери же везде. Там же, там же, нет, там же центр города. Там такие металлические двери не поставишь. Замочат весь, весь подъезд. Ну, в поисках туалета просто будут люди заходить и мочиться в подъезде. Поэтому, естественно, там везде стоят металлические ворота с замками. Ну, и это. Он говорит, ну, все, я сейчас буду открывать эти двери. Как пройти? Она говорит, да, вот с той стороны, возле гастронома, прям металлическая дверь, заходи. Он говорит, ну, я буду через пять минут. Ну, слово за слово там ха-ха, еги, похохотали и забыли про Петю. В первую очередь, Полякова думала про Петю. И забыли. Просто напрочь, потому что веселье продолжалось там. И вдруг, и вдруг кто там? А Петя? А как же Петя? Ай, у него же ни телефона, а еще ничего. Полякова такая, ой, да, действительно. Ну, Дарь, так кто там будет столько времени ждать? А ну, пойду-ка я все-таки проверю. Вот это, наверное, самая настоящая судьба. Если бы он... То есть, было даже какое-то испытание судьбой. То есть, если бы Петечка... Если бы Петечка не подождал там, то ничего бы и не было. Ну, фак тот, что... Она приходит с ним. Такой мужчинка симпатия. Такая бояшка. Такого же возраста, как она примерно. Хороший. Ну, все они, все они уже сколько лет? Ну, лет, наверное, семь-восемь. Лет семь-восемь? Сколько? Я здесь семь лет? Да, лет семь-восемь, они, наверное, уже вместе. Может, больше даже. Все? И мы всегда... И мы когда собираемся сюда... Петя, это... Ну, мужики, конечно, слепые вообще, мужики. Как такое сокровище, как Полякова? Она была в девках столько лет, и никто... Ну, я поражаюсь. Ну, короче, Петя, конечно, самый счастливый человек в мире. Самый счастливый мужчина в мире, потому что он такой себе девку отхватил. Он говорит, даже с ней никогда не соскучишься. Я не буду все рассказать, что он отворит, но она отворит. Ой, она вообще... Она везде, она везде уникальная. Во всех, во всех случаях жизни она везде и всюду уникальная. Сука. Вот я проехала опять мимо перекрестка, и опять не туда еду. Ладно. Я сейчас еду в музыкальный магазин, где продают музыкальные товары, чтобы узнать по поводу... Там есть специальная звукозаписывающая студия, как это работает вообще, и как это, что это, сколько это стоит, и все это прочее. Надо было мне свернуть на сеймарань, а я с Поляковой. Где Полякова, там я обо всем забываю. Ладно, сейчас пойду попью свой кофе и уже по дороге домой заеду в эту студию. Все. Всех люблю. Будьте здоровы. Пока. Пока.